Хомяки приветствуют вас друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен сборке универсального автономного блока питания к паяльнику ТС-100, с помощью которого можно осуществить ремонт различного электронного оборудования в любых полевых условиях. В ходе выпуска смоделируем корпус устройства, рассмотрим все тонкости сборки и узнаем на сколько времени хватит самодельного пауэрбанка в процессе непрерывной работы. Итак, присаживайтесь поудобней, передача очумелые ручки начинают свое вещание после короткой благодарности всех спонсоров канала на патреоне, которые принимают участие в рубрике с мира по нитке. Каждый ваш цент помогает развитию канала, ускоряет закупку нового оборудования и следовательно выход новых роликов на канале. Всем от души спасибо! А теперь присаживайтесь поудобней, мы начинаем! Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Идея этого выпуска родилась еще в далеком прошлом году, когда с помощью самодельной контактной сварки впервые была собрана сборка аккумуляторных батарей к народному паяльнику TS-100. Пауэрбанк оказался настолько простым и технологичным, что в дальнейшем мне было проще зарядить аккумуляторы и освободить руки от розетки, чем постоянно перекладывать родной блок питания с места на место в процессе съемок различного материала. Автономность при пайке стала причиной взглянуть на устройство с другой стороны и добавить в сборку несколько дополнительных функций, облегчающих ремонт чего угодно и где угодно. Итак, обо всем по порядку. Для начала нужно было смоделировать корпус. В течение нескольких дней в Solidworks кипела работа по определению необходимых форм, размеров и прочих разных мелочей конструкции. Этот процесс требует усидчивости, терпения и сотни чашек чая с бутылкой пива. В общем, для понимания масштабов лучше на этот процесс один раз посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok После моделирования все это безобразие отправилось на тестовую печать для устранения возможных конструктивных дефектов, связанных с размерами корпуса, совместимости деталей друг с другом и так далее. После небольших корректировок модель ушла на чистовую печать с 20% заполнением. Диаметр сопла здесь 0,2 мм. Высота слоя 0,1 мм. Пластик PLA. Рождение одной только дверцы ларца заняло 17 с лишним часов. Для печати всех деталей принтер пыхтел как трактор в поле в сезон сбора урожая. И тут только остается молиться, чтоб скачков света не было, иначе дело труба. Общее время выращивания всех деталей заняло примерно 50 часов. 3D принтер у нас Alphavise U20. Он уже старый, местами скрипит, кашляет, но как и старый конь борозды не портит. Сейчас нам необходимо удалить все поддержки и довести корпус до ума. После обработки деталей напильником у нас должен получиться холдер с двумя крышками и четырьмя стойками. Чё вылупился хомяк, а ну давай дуй по своим делам. Холдер рассчитан на 12 аккумуляторов формата 18650 с параллельно последовательным соединением. Банки здесь LG ENR 18650 MH1 с заявленной емкостью 3200 мА и токоотдачей 10 А. Что-то похожее мы недавно продырявили гвоздем и энергии здесь хватит, чтоб запустить ракету в космос. Естественно, перед использованием каждый элемент был проверен на емкость и в среднем она составляет 2,9 А в час. Нормально? Кроме аккумуляторов нам понадобится балансировочная плата с защитой 6С, понижающий DC-DC преобразователь на 5 вольт, вольтметр, выключатель с разъемом, 16 болтиков диаметром 3 мм, резиновые ножки и лента для сварки аккумуляторов. Банки в холдер вставляем в точности, как показано на видео. Две жопы вверх, две вниз и так далее. В верхнем основании винчиваем до упора 4 болтика. Эти оказались немного коротковатыми, но суть дела не меняет. На выступающей с обратной стороны резьбы винчиваем стойки. Обязательно проверяем, что при стыковке они намертво стягивали аккумуляторы. Если присутствует люфт по высоте, подрезаем стойки по полмиллиметра. Дело в том, что 3D принтеры могут давать небольшой разброс размеров при печати. Крышки, как литые, состыковались с шаттлом. Потому загоняем еще 4 болта с нижней стороны, чтоб скелет конструкции превратился в монолит. Дальше работа за контактной сваркой. Для этого нужна стальная никелированная или никелевая лента. Отрезаем 3 полоски и кладем их на верхней стороне холдера. Контактную сварку для этих дел мы собирали в одном из предыдущих выпусков. С тех пор конструктивно она никак не изменилась. Верхнюю сторону надежно проварили. Теперь переходим к нижним слоям. Тут применим никелевую полосу 2П. Можно и из обычных полос ленты соорудить огород, но это не наш метод. Отрезаем аккуратные квадраты и соединяем полюса аккумуляторов. В конечном результате у нас должно получится что-то типа этого. Схема параллельно последовательного соединения аккумуляторов выглядит так. Выходные характеристики сборки составляют 25 вольт с емкостью 5,8 ампер в час. Мощность 145 ватт. Тока отдача 20 ампер. Потому случайное короткое замыкание здесь нежелательно. Иначе... Забегая на пару выпусков вперед скажу, что сейчас собирается точечная контактная сварка на еянистерах. Вот там будет жарко, так как выходной ток на нагрузку у этих малышей составляет 1800 ампер, что в импульсе при напряжении в 5,8 вольт должно дать около 10 киловатт мощности в местах точек сварки. Страшная сила. Тем временем мы завершаем сварочные работы с блоком. Вид как с завода. Но, зная многих самодельщиков, им ничего не помешает припаять ленту к аккумуляторам обычным паяльником. Так что двигаемся дальше. На верхней лицевой стороне будет размещаться китайский вольтметр. С обратной его стороны имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно более точно отрегулировать показания согласно вольтметру. 24 вольта должны соответствовать 24 вольтам, а не всякой каши по умолчанию с завода. Перед установкой в корпус индикатор следует промазать клеем и вставить его в заранее смоделированное окно. Два переходных отверстия в корпусе нужны для проводов питания вольтметра и балансира, который будет выравнивать напряжение на аккумуляторах. Припаиваем проводки прямо к ленте и полностью собранная верхняя сторона выглядит следующим образом. Напряжение в точках подписаны маркером, что проще было в дальнейшем ориентироваться. Хотя напряжение на проводах и без этого можно прозвонить обычным мультиметром. Чтоб сюда больше не возвращаться, накрываем технологический люк крышкой и намертво стягиваем его болтами, чтоб лишний раз не отвлекал. На задней и нижней стороне пауэрбанка размещен выключатель и гнездо зарядки аккумуляторов, которое также нужно посадить на клей, чтоб при усилии его не продавило в корпус, а то я вас знаю. Пятивойтовый понижающий 10DC преобразователь предусматривался с целью питания различных вспомогательных устройств. Будь то портативный осциллограф, микроскоп, фонарик или любое другое устройство, ток потребления которого не превышает 2 ампера. Хитрый модуль даже предусматривает функцию быстрой зарядки QC 2.0 и 3.0, потому от него спокойно можно заряжать свою мобилу. Фиксируем плату клеем и распаиваем провода питания. Красный выключатель как раз служит, чтоб размыкать цепь питания преобразователя и вольтметра, так как они потребляют ток на холостом ходу и со временем могут высадить аккумулятор в ноль. На этом кадре, почесав репу, я подумал, что лучше запитать эти модули с выхода платы БМС, а не напрямую с аккумуляторов. Думаю, перекинуть пару проводов для вас не составит особого труда. Плата преобразователя имеет на борту синий светодиод, который сигнализирует о наличии питания. Чтоб он лишний раз не светил через пластиковый корпус, его можно выпаять, чтоб не бесил. Итак, проверяем. Подсветка светится, дела мутятся, колеса крутятся. Теперь можно спокойно паять в темноте и не садить зрение. С нижней лицевой стороны, рядом с дыркой USB, проталкивая маму высокотокового разъема XT60. Клей – спонсор данного проекта. Капаем его в специально продуманные отверстия. Ответная часть вместе с проводом идет в комплекте с паяльником TS-100, который заранее предусмотрен для работы с альтернативными источниками питания. БМС-контроллер рассчитан на ток нагрузки 12 ампер. Потому на него одновременно можно подцепить сразу 4 паяльника. Схема выдержит. А спроектировать и заказать такие красивые качественные печатные платы вы всегда можете у наших партнеров компании PCBWay. Это, к примеру, новогодняя игрушка Hamster Bell. Ее длина составляет 72 миллиметра, ширина 66 миллиметров. Плата двухсторонняя. Закажем ее сразу в количестве 10 штук. Паяльную маску можно выбрать на любой вкус. Зеленую, красную, желтую, голубую и так далее. Все цвета радуги. Дальше нажимаем пункт подсчитать и программа показывает стоимость наших плат 5 баксов. Указываем страну, куда будем доставлять посылку. В моем случае это Украина. Дальше нужно определиться с курьерской службой и сроками доставки. Эти действия определят конечную стоимость заказа. Выбираем чай на пост и добавляем проект в корзину. Указываем путь к герберфайлу нашего проекта и подтверждаем заказ. В течение 5 минут его проверяют. Если все указано правильно, вам предоставляют счет на оплату. Процесс производства занимает всего 3-4 дня, после чего ваша посылка передается в руки почтальону. Примерно через 2 недели он принес ее нам в руки. И теперь можно спокойно наряжать елку и ждать наступления следующего нового года. Этот веник у меня круглый год стоит на столе, избавляя от проблем каждый раз доставать его с кладовки. Тем временем сборка пауэрбанка подходит к концу. Подпаиваем силовые провода питания на выход платы БМС. Распаять проводами готовые модули не составит труда даже 4-летнему ребенку, который впервые взял в руки паяльник. Работа по сборке завершена и теперь можно спокойно прятать электронику под капот. С помощью шуруповерта, подобно гонщику на спидстопе, загоняем 4 болта в крышку устройства и спросим у виндросселя, что он думает по этому поводу. Завершающий штрих. На нижней стороне поверх шурупов приклеиваем резиновые ножки, чтоб устройство не лозилось по столу. И на этом сборку можно считать исчерпывающей. Особенности. Плата БМС имеет контроль от перезаряда аккумуляторов. И если напряжение на блоке упадет ниже 15 вольт, он уйдет в защиту. Пополнить запас жизни можно с помощью зарядного устройства типа 6С для литий-ионных аккумуляторов. Но у меня такого в хозяйстве нет. Зарядка, что показано на экранах, взята для примера. Упростить задачу поможет любой лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения. В данном случае используется Raiden RD6012. Для работы на нем необходимо установить напряжение 25,2 вольта и ограничение по току 2 ампера. В активном режиме работы паяльника сборки хватит на 2 часа. Это при условии, что вы им будете кипятить чай, а не использовать по прямому назначению, так как именно в этот момент потребление тока больше всего и равно 3 ампером. На холостом ходу потребление будет в 10 раз меньше, а значит пауэрбанк проработает в 10 раз дольше. Вес устройства получился 738 грамм, потому его не составит труда закинуть в карман перед походом, чтобы потом зарядить телефон или в свободное от добычи дров время заняться выжиганием по дереву. А если уж совсем пригорят дела с серьезными ремонтами на выезде, то от этого пауэрбанка без проблем можно запитать USB микроскоп, чтобы разглядеть вышедший из строя элемент или портативный осциллограф, с помощью которого можно оценить управляющие сигналы. Дальнейшее применение универсального блока питания к паяльнику TS-100 будет зависеть только от вашего воображения. Для справки, съемка этого выпуска заняла примерно 2 недели. Стоимость конструкции, без учета аккумуляторов вышла примерно 20 баксов. Аккумуляторы имеют довольно большой разброс по цене и характеристикам. Иногда имеет смысл разобрать стоящий под домом электромобиль, чтобы достать оттуда энергетические ячейки. Такое устройство в Китае не купишь. А на этом все, с вами был Хамстер Тайм, не подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok